Всем привет! Продолжаем изучать Redis и сегодня посмотрим некие новые возможности но посмотрим мы их под serverlet stack В прошлый раз мы использовали factory Lutis Lutis или Lutis, не знаю как правильно она вот я вот зашел на их github и здесь написано асинхронная реактивность то есть это у нас когда мы используем ее под webflux да да webflux а другой, другой популярный factory у нас является Jadis connection factory ее как я понял мы ее используем в нашем вот serverlet в стейке главным образом так ладно значит так, что нам нужно это просто пример пример который я уже чуть-чуть использовал вот мой клиент у меня еще сервер работает работает сервер и так в прошлый раз мы разбирали некий хэш некий хэш когда писали наше взаимодействие с Redis на реактивной платформе сегодня мы познакомимся со стрингом с листом с сетом как все это делается я пока не знаю так что это будет типа лайва типа лайва но будем делать простой вариант будем основываться на голых стрингах на голых стрингах то есть например слева слева пушу в очередь action значение реактива то есть l это означает лист push это вернее l это означает с какой стороны l push это операция которая относится к листам а лист скажем так у нас связан с некой переменной action с хэшом и в нем мы вот сейчас занесли одно значение если я хочу посмотреть если я хочу посмотреть значение то я использую команду l range ключ затем начальное значение и последнее значение то есть если вы работали с python то там можно индексы брать с конца и вот таким образом можно взять сразу весь интервал а не вот таким вот образом то есть не а можно сразу указать 0 0 и то есть минус это индекс с конца так у нас естественно есть мы можем с правой стороны мы write write push в action давайте значение какой букв и снова посмотрим вывести можем и мы в обратную сторону нет не можем ладно вот так это примерно выглядит в базе данных с листами есть различные инкрементации и другие простые вещи то есть если вы там хотя в листе я не знаю ладно то есть pop rpush то есть можно достать давайте еще посмотрим rpop action вернула букву если я сейчас снова посмотрю так то вот я снял я снял то есть это можно использовать как некую очередь как некую очередь причем там можно очень хитрым способом даже делать снять с одной очереди и вклинить в другую очередь значение надо так все дело обстоит как все это дело обстоит на этом в коде все я создала это очень простой проект да там абсолютно ничего нет То есть, только Redis, только Web и Lumbook. Вот некие дефолтные настройки, которые можно даже не прописывать. В принципе, можно еще настроить. То есть, в принципе, как вы уже к этому моменту должны знать, вот Spring Boot, он некие-некие настройки вы можете пропихнуть через вот Application Property, либо создать отдельный бинт и там описать в Factory, как мы это делали в прошлый раз. Но можно сделать то же самое просто через вот эти property. И вот некие дефолтные вещи, чтобы у нас был Connect. Но даже их можно не прописывать. Окей. Вот у нас очень простой Redis Controller. Мы сегодня не будем мучиться с объектами, а поработаем с голыми стрингами, с голыми стрингами. Какие у нас есть просто возможности посмотреть. Покажем, что взаимодействие с Redis, оно достаточно простое на самом-то деле. Пишем Private. И нам библиотека, библиотека, вот этот стартер, да, Redis Starter, сразу предоставляет некий удобный стартер для работы со стрингами. Вернее, стринг Redis Template, не стартер, а некий темплейт по работе со стрингами. Ну, давайте я через GetMapping я сделаю даже вот таким вот образом. То есть, команда будет add, нет, команда будет push, push и здесь значение. value. Как это можно было сделать? Public. Давайте мы будем возвращать какое-то значение, типа окей я буду возвращать. Как в Erlang, да? Значит, тогда же у нас окей возвращает же сам Redis в некоторых командах, по крайней мере. Ладно, так, не отвлекаюсь. Значит, стринг, push, допустим, lpush я назову, и здесь мне нужно взять пах variable, пах variable, стринг value, и здесь return, и здесь я верну окей. Теперь нужно воспользоваться темплейтом и воспользоваться некоторыми его вариантами. Вот. Нас, например, интересуют операции для листа. Операции для листа. В прошлый раз мы смотрели операции, операции для хэша, для хэша. Да, сегодня посмотрим лист, set, zset, это сортированный set. Что такое bound, я пока даже не знаю. Ладно, значит, операции ops, ops for list. И что у нас? Range, это вот то, что я вот писал, вот range. Что там еще? Слева push, пушим, справа пушим, пушим несколько значений, удаление, снятие, так, справа, слева, размер, установить, о, здесь можно установить, то есть, клинить, write push, if present. Ладно, давайте простой вариант, то есть, вот такие вот у нас есть, некие, некие операции, да, некие операции. Давайте, слева, с push'em, свяжем, со значением, со значением, со значением, р-lang, пусть будет р-lang, будем со значением р-lang, и, и, передаем, то есть, р-lang, это будет, скажем так, название листа, который мы складываем, складываем наши значения. Теперь, допустим, get mapping, public, list, string, поскольку мы стринги храним, поскольку мы храним стринги, и, допустим, get all, я здесь назову, так, template, ops for list, и, можно воспользоваться снова р-нжем, r-lang, и, тут значение 0, только здесь почему-то, лонгами, и, минус 1, это вот как я вот здесь вот прописывал, то есть, он возьмет весь интервал. Окей, ну, в принципе, все. можно даже, можно даже, можно даже и протестить. Так, вот я еще открыл список операций, которые предоставляет Redis для работы с листом. И вот, например, просто то, что я говорил, а, сними значение с листа, и положи в другой лист, и верни его. Или блокируй, пока один, пока, пока не один, доступен, да. И, есть другой вариант, то есть, там у нас был, а, это был, это блок, ага, то есть, здесь, а, здесь просто сними, сними и положи слева. Или здесь только один такой вариант, только один такой вариант присутствует. Поэтому это учтите. То есть, если вы хотите взаимодействовать с разными листами, с одной снимательной, с другой класть, то, возможно, у вас будет важен порядок, важен порядок. Потому что мы класть-то можем с другой стороны, с любой стороны, справа или слева, но вот данная операция, она доступна только сними справа, положи налево, в другой лист. Ладно, сервер у меня работает. Сервер у меня работает. Так. Ага. лпуш, допустим. Так. Окей. Долго было из-за того, что у нас диспетчер, он инициализируется. Инициализируется. Давайте еще что-нибудь введем. Клажу. Валим. Пролог. Ну и давайте заглянем, посмотрим, что у нас реально в список появился. Вот наш список. Вот наш список. То есть, все это у нас, в принципе, мы можем даже вот здесь проверить это. Так. Erlang. Вот. Весь, весь список. Вот таким простым способом мы можем взаимодействовать через, через стринги, через стринги. То есть, мы сохраняем стринги. То есть, вот этот string redis это операции string string. То есть, вот можно string string явно прописать, но в этом нет необходимости, потому что string redis уже это подразумевает. Окей. Окей. можно, например, такс, el pop, допустим, left, left pop. Здесь даже по времени есть. Интересно. Ладно. Возьми слева. Возьми слева. То есть, return. Интересно, кстати, и сейчас я побалуюсь немного. Такс. 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 Ага, такс. Left, left, left pop. Remove and get, remove and get, remove and get. Окей. Давайте назову я его lpop. То есть, вот, сними слева, здесь принимать ничего не нужно. Ну и, пожалуй, стоит перезапустить. Это типа я изобразил, что я json. Что я json возвращаю. И вот, вот мой json value prolog. Value prolog. Так, если я сейчас вернусь, вернусь на мой клиент, то попрошу снова, то видим, что prolog с левой стороны снялся. Можно еще раз. Вот мой снова json саморучный, самописанный. И возвращаем мы в alim. Вот таким вот образом мы взаимодействуем с листом. В принципе, ничего сложного нет. Не правда ли? Аналогичным способом мы можем взаимодействовать с сетом. С сетом, с сетом, с сетом. Угу. То есть, что здесь происходит-то? Может даже вот это дело скопировать. Ага. Посмотреть здесь. Ops for set. И посмотреть. То есть, это значит у нас между сетами. Это добавить значение. Возвращая количество отданных значений. Это пересечение. Из мембер. Члены посмотреть. Вставка. Случайность. Сканирование. Удаление. Объединение. Ну и все, да? То есть, самые стандартные операции, которые вы можете сделать над множествами. Давайте. Давайте member. Здесь снова то же самое. Мы заводим какую-то некую общую переменную, да? Которую мы связываем, по сути дела. Мы говорим, что вот это у нас будет множество с таким-то названием. Например, давайте ее назовем скалой. Скалой. И здесь мне нужно передать значение value. Value. Так. framework. Подписывайтесь на наш. Omar. isMembers, 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 надо ещё изменить путь желательно, так, изменить путь, давайте, isMem, isMem и value, ок, и, так, setPush, setPush, так, берём template, операции для сета, добавить, куда добавить, добавляем в скалу и можно сразу несколько значений передать, ну давайте сразу передадим несколько значений, скала у нас, из этой пришла из Швейцарии, поэтому давайте, какие у них там языки были, французский, немецкий, итальянский в Швейцарии, французский, немецкий, итальянский, ладно, пусть будут вот эти вот, вот, так, здесь мне нужно, значит, asPush, asPush, ну и в принципе хватит, нам этого хватит, надо ещё что-нибудь вернуть, давайте снова return, ок, и перезапустим, значит, asPush, 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 давайте запушим, asPush, ок, теперь мы можем проверить из, из мем и, допустим, францию, давайте проверим сперва, а, fra, ok, true, ok, а если, например, mhm, rules, false, ok, вот таким образом у нас, значит, работает, работает стринги, вот таким образом у нас работают стринги, таким образом у нас работает множество set, есть ещё по идее, по идее, так, где у нас set, то есть это команды, которые мы выполняем непосредственно базу данных, базу данных, то есть это, в принципе, суперстандартные, суперстандартные действия, которые вы можете делать над множествами, ок, есть ещё сортированные, да, множество, то есть когда у нас порядок сохраняется, то есть мало того, что у нас, у нас элементы, они без повторений, так они ещё и отсортированы, и отсортированы. Ладно, это же я уже показываю, пожалуй, смотреть мы не будем. ops for, вот, for, z, for, z, ops for, z, сет, то есть это у нас операция над сортированным, над сортированным, сетом, над сортированным сетом, вот это, мм, такие самые простые, самые популярные вещи, самые простые, самые популярные, то есть, leads, set, множество, хэши, хэши, хэши то есть вот list, set, хэши хэши мы рассматривали в этом когда реактивно писали z set, то есть отсортированное множество our floating poets а здесь интересно ops cluster cluster, cluster, hash hyperlog hyperlog, log value value operations string string get get and set get and set get and set это ладно, давайте вот это вот рассмотрим и закруглимся закруглимся в принципе здесь с самыми такими основами должно быть более-менее понятно уже давайте я назову назову SS ладно, не важно какой пусть будет SS get and set get and set то есть clear то есть это некий ключ, а значение там например down clear down clear down ага clear down clear down а здесь мне нужно все-таки path variable здесь мне нужно все-таки path variable ну давайте я возьму да тогда пусть ввод здесь value ага и мне нужно вводить прописать тогда value так и возвращает у меня естественно здесь одну стрингу одну стрингу так нам нужно предварительно создать это значение clear вот окей кстати вернулся так и теперь мы идем на sss 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 down сейчас мне вернется up вот мне вернулся up то есть вот таким образом работает get and set get and set get and set то есть он берет старое значение устанавливает новое то есть он берет и возвращает старое устанавливает новое значение то есть это у нас некий операция некий простые операции прямо над значениями над значениями над стрингами то есть можно декрементацию на бай это на какое-то значение вот декремент вот назначение какое-то если бы у нас было бы там вот стринга была представлена по сути дела неким числом декрементация множество значений то есть get for value это значит у нас чистая стринга это самый такой простой вариант самый простой вариант опс то есть кластер это с кластером понятно что это связанное мне вот еще интересно что такое гео что такое гео что такое гео гео дистанс позиция радиус ага то есть это значит связано с картой некие некие фишки которые с картой чтобы вычислять какое-то расстояние что ли иначе я не знаю зачем это еще нужно позиция то есть некие координаты то есть связано с неким значит у нас с гео локацией с гео локацией чтобы быстро вычислять да а хайперлок а хайперлок неизвестно нон джава долг нон джава долг нон джава долг а си окей давайте посмотрим окей давайте скопируем к не понятно не понятно нашел забавную картинку да не скачать мне надо открыть новую где это опыт почему он скачивается то ладно надеюсь более-менее видно то есть вот как у нас ключи к ключ и к чему да какой то есть общий ключ и какое там значение в хайперлоге у нас какие-то нули единицы геолокация вот таким образом сортированные сеты сортированные сеты представлены как некое значение и которое связывается с каким-то числом предположим что с этим числом у нас все это дело и сортируется на самом то деле то есть вот смотрим то есть некий некий ключ потом значение и и некий 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 скор некий скор то есть скоро можно как некий приоритет некий приоритет то есть благодаря чему все это дело сортируется ладно кому интересно тот все это дело посмотрит вот такие у нас есть простые возможности взаимодействия с редисом пока лично мне не приходит в голову где вот четко четко можно данную базу даже использовать кроме как кроме как хотя давайте посмотрим цена как все это дело как все это дело это дело как это дело то есть кэширование но это кэширование это супер явный вариант реал тайм анализ ивентов order by users очереди но очереди тоже понятно у нас лист у нас лист представлен какой мы можем его использовать как некую очередь окей сессия кэш кэш очереди паблик саскрайбер и здесь у нас снова проинкрементация декрементация окей и здесь в принципе вот я еще можно посмотреть что инкрементация 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 скоро инкрементацию скоро можно то есть у нас есть какое-то значение и мы можем связать его с каким-то значением и и то есть скоро скоро и соответственно можно а как декремент 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 в обратную сторону может конечно минус так это отображение 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 то есть по ранку окей ладно все давайте я остановлюсь все же уже начинаю какой-то ерундой страдать изучаем спринг смотрим дальше какие примеры надо посмотреть какой-нибудь пример более менее реалистичный ланенько посмотрим 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 изучаем спринг все в нахстайм все в каком все ваше время все ваше время в поцелуй и все ваше время что все просто в море в море где поднятие все все